Что-то касаемо анализа, да? То есть некоторые пишут, что Молеприятие прошло замечательно, все довольны. Ну, понимаете, да, что это не анализ? Анализ предполагает, что может быть что-то получилось, что не получилось, может быть что-то вы хотите изменить, ну что-то такое. То есть, ну, вот совсем максимально упрощать, пожалуйста, большая просьба не стоит, потому что я потом из этих ваших ответов делаю итоговый, содержательный, информационный отчет нашим грантодающим организациям. То есть, если это по активному поколению и культурной мозаики, если у кого-то нет, то это фонд Ладов. Или сейчас фонд Семченко. Если это проекты «Выходи в отвор, играть в добром городе, в добром дела и в ином месте», то это фонд Ларию. Они тоже запрашивают, даже похлеще, чем фонды. И, соответственно, в компанию полярных изменений тоже нашему городу дать. Поэтому большая просьба постовенно и красиво отвечать на вопросы. Дальше вот здесь количественные показатели, что приобретено на выделенной финансировании. То есть здесь указывается только основное, то есть то, что вы из оборудования, да, условно говоря, приобрели, перечисляемые, что сделано, оборудовано, создано и так далее. То есть, вот тут пример. Комната отдыха, клуба интересных, какие-то мобороны. Не знаю, вы устроили там территорию или еще что-то. То есть из этой истории. Что было издано в рамках проектной деятельности и в каком количестве. То есть здесь, если вы имеете в виду какие-то буклеты, листовочки, какие-то книжечки, альбомчики, календарики. Мне очень приветствуются на самом деле. Вот так далее и тому подобное. Вот здесь пишите, что там буклет, наименование буклета и тиража выпущенных изданий. Какие методические материалы. То есть здесь, если есть, вписываем, если нет, мы вписываем то же самое. Название и тираж. Общее количество участников проекта. Вот здесь количество лиц, принявших участие в мероприятиях проекта. Так, я объясню. А, здесь мы уже разделили. Раньше было все равно. То есть вы здесь вписываете общее количество. В этой графе вписываете вообще все. То есть целевую, прямую и косвенные группы. То есть прямая группа – это те, на кого направлен эффект от проводения их мероприятий, да? Непосредственные участники вашего проекта. А косвенные – это те люди, которые непосредственно опосредованно принимали участие или были задействованы в ваших мероприятиях. То есть вот вы их суммируете и сюда пишете общее количество. Почему спрашиваем? Потому что нас просят сказать, сколько благополучателей было охвачено в рамках проекта и вообще конкурса. В частности, мэрия, опять же, фонд. Это тоже неправдное любопытство. Дальше, каков возраст участников проекта тоже… Это мэрия запрашивает, скажу сразу. Каков возраст участников проекта? То есть здесь можете расписать группы, да, допустим, там от 6 до 100, там от 60 до 20, ну вот такими группами. Группы населения, то есть, да, вы тоже молодежь, волонтеры, пенсионеры и так далее. Вот здесь тоже мэрия просит прямо расписать. Если вы пишете там пенсионеры, то пишите количество пенсионеров. Если там школьники, пишите школьники, количество школьников. Ну, такие вот нам посылают потом от мэрии вопросы и их формы. Поэтому, чтобы вас потом не дергать, 10 раз и нам не отвлекаться, пожалуйста, вот это укажите. Каких партнеров удалось привлечь в ходе выполнения проекта? Здесь нужно только перечислить организации, которые с вами на безвозмездной основе выполняли, занимали тех, кто в ваших мероприятиях. Если иметь в виду те организации, которые вы воплотили за услуги, да, те, которые безвозмездно вами реализовывали ваши проекты. Дополнительные ресурсы – это вот то, о чем мы говорили, да, что вам удалось привлечь, если вам удалось привлечь. Если нет, то нет. Если что-то привлекли, там, не знаю, какая-то организация вам сделала какие-то консервские товары или на что-то еще. Что здесь можно указать? Вам предоставили безвозмездно автобус, перевески детей. Да, праздник тоже указывает название организации и какую услугу или что они нам предоставили. Желательно в денежном объявлении еще раз. Освещение проекта. Вот большая ошибка в освещении проекта. По освещению проекта. Если вы не умеете... Понятно, что не у всех есть люди, которые умеют писать. Это киар-менеджеры ваших организаций. Поэтому мы... У меня в комплекте документов по отчетности и в папочке «Сотвержительные отчетности» есть пример пресс-релиза. Я всегда отправляю на всякий случай. Вот большинство организаций забывает писать о том, что они делают. Нам важно... Вот любое мероприятие, которое вы проводите. Вот вы начали там собирать волонтеров для организации какого-то мероприятия. Ну, напишите это же. Вот, мы начали собирать. Цель такая-то. Будет сделано то-то. Вот это небольшую заняточку. Прошло мероприятие. Не забываем фотографировать. Также написали, что было сделано, когда это прошло, сколько приняло участие, кто присутствовал, не знаю, власть, власть, как там родители, бабушки, дедушки, что в результате получилось. Получилось или не получилось. И фотографии. Одну-две. Это, во-первых, плюс вам, вашей организации, потому что вы начинаете рассказывать о себе, о своей деятельности, говорите о том, что вы делаете, все привлекаете к себе внимание. Второе, это плюс, как правильно сказать? Деверие. Да, то есть, гранты дающим организациям. Да, мы говорим, что вот у нас и получается, все замечательно проходит. Спасибо, дорогие. Тогда ждем еще от вас денежек. Поэтому это всегда такой, как комплимент нашим гранты дающим организациям, что у нас все получается, и мы работаем на то, что нам дали деньги. Потому что фактически, вот мы всегда говорим, что по культурной мозаике очень много вопросов с одной организацией, что вот начинается, что у нас не информационный проект, и все такое, и все прочее, и так далее, и претензии начинают выкладывать. Ну вот я не конфликтный человек, но иногда хочется сказать, что читайте внимательно договор, который вы подписали, вы подписали финансовые обязательства. это все-таки, условно говоря, выдается некий кредит, беспроцентный кредит, на то, что на вашу идею, которую вы хотите воплотить. Поэтому всегда нужно очень трепетно к этому относиться, потому что в дальнейшем зависит, насколько мы сможем потом прифинансировать ваши идеи, смогут ли нам дать деньги на ваши идеи. Поэтому да. Ну вот, я даже скажу, мы не сильно теребим наши организации, те, кто финансируем, лично мы, наш центр «Карант», наверное, все знают. Ну вот, на всякий случай, по освещению проектов присылайте нам, мы готовы, у нас есть человек, который этим занимается, он готов обработать ваши материалы, поставить к нам на сайт, разослать всем нашим партнерам информационным, поставить на наши ресурсы, и чтобы рассказать о нашей организации этой деятельности, какими вы выглядите. Поблагодарить наши грамотные бьющие грамотные бюджеты. Значит, в этом пункте что тогда мы должны делать? Вот здесь, в пункте, у вас пишется, я просто к тому, что здесь вы перечисляете, сколько было в публикации, да, где и когда, и сколько их было. К отсчету нужно прикладывать к содержательной части. Мы не просим распечатанные фотографии, да, в печатном виде не нужны, да? Мы раньше просили для этого, вы на электронном носителе. Конечно. Если вы сайте в группе оптиминга и в филе лично, как вы будете присылать, если вы делаете освещение на своем сайте, присылайте ссылки нам, чтобы мы оставили ваши информационные сообщения, присылайте нам, чтобы мы оставили на своих сайтах на своих курсах, чтобы это не усмотреть. вам присылать замечательно козетку, копию газеток к отчету, но заметку перед тем, как, условно говоря, вы там публиковали, присылайте тоже нам. То есть не забывайте про нас, про наши ресурсы, о том, что мы можем рассказать о вас и поблагодарить от вашего имени еще раз заикнуть наших пунктов. Итак, вот самый большой в отчете и такой, наверное, напряженный для вас раздел, это пятый, влияние проекта на решение заявленной проблемы. То есть нужно здесь охарактеризовать ситуацию, рассказать, то есть провести некий анализ своей деятельности, которая была в данных проектах, насколько она была успешной, насколько неуспешной, достигли ли мы тех результатов, решили ли мы все-таки цель, которую перед собой ставили или нет, каковы эти выписаты, как изменилась жизнь, судьба, я не знаю, там еще качество жизни вашей целевой группы и так далее. То есть вот он самый такой большой, наверное, напряженный в отношении мыслительных деятельностей. Поэтому здесь тоже желательно не писать, все прошло замечательно, всем спасибо, до свидания. Все свободны, да. Поэтому здесь еще есть привести примеры отзывов участников, то есть вы, когда, допустим, проводите какое-то мероприятие, можете их попросить написать отзывы в кратике, какие-то очень такие масштабные. По дальнейшему развитию тоже нужно немножко рассказать, то есть если вот предполагается у вас дальнейшая деятельность в рамках этого проекта, вернее та деятельность, которая у вас была в рамках проекта, будет продолжаться и после его завершения, то вы должны написать каким образом она будет продолжаться, кто будет отвечать за эту деятельность, на что она будет продолжаться и так далее. Тоже очень кратко не надо сочинение, писать эссе на свободную тему, но желательно это все указать. Ну и соответственно приложение тоже. Если у вас были какие-то сюжеты, видео сюжеты сделаны, были публикации в газетах, на сайте, можно сделать копии, приложить сюда и к отчету если вот здесь ссылки на публикации на сайте, то вот тут, где у вас публикация, ссылочки указаны. А копии, то есть копии копируются, если это газета, то желательно, чтобы было название газеты и тата. Газеты и соответственно статья. Если не жалко, можно оригинал. Что можно быть еще приложением? То есть все приложения, которые будут доказательством ваших успехов или достигнутых результатов. Если у вас были проведены какие-то семинары и запланированы, да, и проведены, то копию присутствующих на мероприятии регистрации. Да, есть регистрации прикладывайте. То есть если это фотографии, как я уже сказала, да, фотографии, если это были какие-то печатные издания, листовки, еще что-то, еще что-то. Тоже один экземпляр, сигнальник какой-то. не нужно там все здесь купить. Если было какое-то анкетирование, то все анкеты прикладывать не надо. А то вот так вот потом вот такие стопки прикладывают всех. Не надо. Лучше приложите анализ этих анкет и одну анкету для образца. Можно заполненную, можно нет. То есть вот пример какой мы проводили какую анкету. Ну, наверное, все. Все. Все, что по содержательной четности и все. понятно, что они еще не прикладывают, а как-то надо, чтобы не понимать. Почему? Семерную продукцию как раз прикладываем. Ну, а если там тарелка региона? Прикладываем. Мы тоже прикладываем. Да, это тарелка. фотографии. Вообще желательно, вообще желательно, да, если вы запрашивали на это средство, желательно правильно потому что мы это себе не оставляем, мы отправляем это, если это активное поколение, то мы это отправляем в фонд. У нас приезжают, у нас они так радуются, ой, спасибо, спасибо, и так далее, и тому подобное. поэтому желательно утром. Ну, если это кошель не такая, вот, и все будет. подарочная сувенирная почему образом, это окошка и эрегионная версия фотоальбома должна быть в кривом. Вот да, и было. То есть, это будет сувенирная естественная путея. Ну, вот, смотрите, мы делаем по активному, пока сейчас не принесла вам, мы по активному поколению делаем сборник кейсов. Вот он у нас примерно такой, точеной формат А4. Вот такие книжечки. там с фотографиями, с описаниями проекта, с кейсом, с достигнутыми успехами, результатами и так далее. То есть, она где-то примерно сантиметр толщины. Мы ее создаем, мы ее отдаем, отправляем там даже по активному джигляру. То есть, один образец одного какого-то альбома приложить в речи. Да, мы, если это будет просто там альбом с сложными фотографиями, я думаю, что если прошурированный, издан красиво и так далее и тому подобное, то почему нет. Единственная большая просьба, не забывайте, если вы в договоре там есть пункт, то вы должны упомянуть, вам разрешают упомянуть, но следует понимать, что вы обязаны упомянуть. Потому что я вот вам упомянула. Потому что да, потому что дело в том, что мы сами заключаем договор пожертвования, и если это будет обязательно, то это будет несколько другой формат. Договора вы должны быть там другие взаимоотношения. А так, то есть там пишется, что разрешают упомянуть, следует читать обязательно упомянуть. Поэтому не забываем там, не обязательно там на всю страницу, да, вот это по туалетику, написать, что за счет Кимченко или компании полярное сияние. Где-нибудь там скромненько, но упомянуть. Но упомянуть. Нас можете не упоминать, но наши граждан не упускаем. на всю сияние. поменять револю на сияние. мы отменили. Министерство ситосов управления, Да. Но и так будем указывать, что в рамках предприятия... Да, да. Смотрите, вот если министерство самоуправления, вы только с ними взаимоотношения, и они свои бюджетные средства, поэтому будем найти их. Вот те договоры, которые с нами, там есть фразы, которые вы должны упомянуть, а мы прямо прописываем. Как правило, это либо фонд Тимченко, благодарительный фонд Елены Кеннадьи Тимченко, либо компания Полярная Синеза. Лист регистрации кто-нибудь на базу вернет? Кстати, да. Я тут думала, все. Да где все? Девочки, что вы, что вы? Вот. И потом, не стесняйтесь, если какие-то вопросы по отчетности, особенно по финансовой отчетности, не стесняйтесь, звоните, спрашивайте. Пишите, да, пишите. Скажите, пожалуйста, платежное поручение, кем должно быть заверено? Платежное поручение. Достаточно отвечать вас, идет расчет через через дебанк футбайн, да, нет, у меня уже. Только там не нацепить, там сядьба. Вот это достаточно вот этой, смешной черной. Да. А бюджетное, вот бюджетное, 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 они там кассовые, кассовые какие-то. Замечают, вы можете получить из банка платежную? там будет печать, черная. Там есть, а если вы его будете выгружать в формате ВДФ, там будет печать, черная, там есть, а если ВДФ формат, то там в печати нет. А, а там в ВДФ формате, там в печати нет. Вообще без, конечно, в печати это не кашемет, я могу просто обещать, но в организации ее и показать, а на самом деле это предпочтение, надо решать как-то. Ну, и так, оно должно быть вот заедано, как вы понимаете, что это надо, на самом деле. Нет, я, посмотрите, по последней, вы подписали, а вот все по банке не прошло, и сомнилось не так. Просто взяли. Друзья, а я-то не знаю, вы мне дали отписи, что я признаю, что вы вернулись. Я также, вот у нас сидит специалист, который такую платежечку может вам цепить. Да, это вот, вы рисовать легко. Да, дело в том, что девочки, вы видите, что у нас тоже проверяют и у нас очень строго проверяют. Особенно вот эти бюджетные деньги, это счетная палата тоже, как говорится. Там вот еще в прошлый раз были в бюджетных организациях какие-то кассовые поручения или что-то там. Заявки на кассовые. Это заявки. Да, вместо платежи приноси. Но если заявка, если на честь казначейства пройдет, то там на последней странице у них есть подпись казначейская. На последней, третьей странице мы и областной федеральный у нас уже встречаются с проверками. У нас сейчас требования сложно. У нас уже с начала года было две проверки. И один это как же они? В общем, проверяют все? В этом лучше постарковаться. В фонде точно проверяют. они заказывают аудиторскую проверку аудиторскую проверку независимо там аудиторскую проверку и все будет срочно. Вот. Поэтому еще раз большая просьба. Кто-то не понимает по отчетности, кто-то недопонял, недослышал. Звоните, пишите. Адрес у меня открытся, он на сайте есть. Телефон у меня теперь рабочий. Телефон есть мобильный можно записать. Гулять так гулять. 921 240 30 36 Только большая просьба то, что нерабочий принял занятие него. Ну, как бы, да. Пусть я не посуточно работаю, да. вот. Может и двое. Да. 65 10 Я, в общем-то, всегда на нем на стационарном, но если из-за потребуется какая-то мобильная вы будете звонить. 921 240 30 36 Ну, вот так вот, красненько. Все, да? Я подалю и не большой с границей не знакомо как они расходились, да, вас-то наверное не